Участок дороги от площади Лазарева до перекрестка на Адмирала Октябрьского оказался без транспорта, который может доставить пассажиров на площадь Нахимова и улицу Ленина. По словам заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации Дмитрия Базева, чтобы закрыть весь центр, решили удлинить маршрут троллейбуса номер 6. Теперь после центрального рынка шестерка уходит на городское кольцо и делает полный круг по центру города. Мы охватили центр города, то я думаю, что маршрут будет доступен большему количеству людей. И даже если смотреть на сезон лета, то приезжим, уже не надо делать какие-то пересадки, и добраться в принципе в центр города будет уже намного легче. В конце прошлого года городские власти хотели везти в центре города новый кольцевой маршрут. Но для этого необходимо построить на кольце диспетчерский пункт, оборудовать место для стоянки троллейбусов и место для отдыха водителей и кондукторов. Я уже не говорил про жителей домов, расположенных на улицах центрального городского кольца. Особенно пожилое население, пожилые люди обращались, что тяжело с сумками дойти от центрального рынка. А сегодня очень удобно будет от Черноморчика садитесь и, пожалуйста, в любую точку городского кольца. В часы пик с 8 до 10 утра и с 4 до 6 вечера на шестом маршруте работает 5 троллейбусов. В дневное время 4. Интервал движения от 12 до 17 минут. Наша съемочная группа ждала шестерку на остановке у магазина Черноморочка почти 50 минут. По старому маршруту лучше было. Я лично не против, потому что я живу в центре, и мне удобно ехать. Из восставших, например, мне сюда удобнее ехать. Пенсионеры ездят в основном на троллейбусах. Они, значит, как считают, хоть город свой посмотрят. А то забыли, где какая улица, где какой дом. С этой стороны экскурсия бесплатная. Поэтому я бы считала, что здесь должен быть экскурсовод еще и объяснять, где мы едем, в каком году, какое здание построено. Десятка, я считаю, что лучше стало ходить, когда по кольцу вордан. Насчет шестерки надо попробовать. Запутанный немножко маршрут. Заместитель директора коммунального предприятия СЕВ «Электроавтотранс» Ефим Эпштейн утверждает, чтобы обкатать новый маршрут, необходимо больше месяца. В первой декаде 2009 года в Севастополь должны прийти несколько новых троллейбусов. Работать они будут на шестом маршруте. Елизавета Баландина, Игорь Демченко, СЕВН, Форумбюро. Игорь Демченко, СЕВН, Форумбюро.